Девушки отдыхают Удивительное счастье – это две половинки – мужская и женская. Я сегодня пришел на эту удивительную передачу для того, чтобы найти свою половинку, единственную, неповторимую и желанную. И в этом мне поможет моя родная сестра Надежда. Владимир, 61 год. Всю жизнь мечтал на пенсии пожить для себя, но обе его супруги не разделяли этой позиции и продолжали фанатично заботиться о взрослых детях. Владимир в прошлом заведующий клубом знакомств. Сейчас на пенсии. Гордится тем, что смог похудеть на 50 килограммов. Мечтает уехать жить за город с любимой женщиной. Предупреждает, что просыпается в 6 утра. Владимир не свяжет свою жизнь с женщиной-трудоголиком и никогда не вступит в отношения с любительницей шашлыка. Женится на симпатичной, темпераментной пенсионерке с естественным цветом волос и большим количеством подруг. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо. Это очаровательные люди. Это очаровательные мальчики. Какая прелесть. Это очаровательные мальчики. Какой внимательный, да? Хороший мальчик. Скажите, пожалуйста, вот когда речь идет о гиперопеке над детьми, имеются в виду дети от предыдущих браков или о ваших? Поясните. Первый брак говорится о моих собственных детях. О ваших. У меня их трое. Второй и третий брак о детях с супругами. С супруг. А что такое гиперопека женская? Это фанатичная преданность матери содержать своих детей до пенсии их. Дело даже не в материальном обеспечении детей. Просто дети, когда живут за счет родителей, они не дают им возможность даже понять, что у взрослых тоже есть своя личная жизнь. Что взрослые тоже любят и хотят любить друг друга. Заниматься тем, чем же они в молодости. Путешествовать, гулять. Ну, страдался, наверное, от финансовых неурядиц. И вот на примере первого брака, почему вы прожили 30 лет с женой, родили троих детей, и вот прям почему у вас первый брак распался? Жили душа в душу, да? Были вполне себе счастливы. Очень даже был счастлив. Но когда появились внуки, на сегодняшний момент их у меня пятеро. Четыре внучки и один внук. Ну, вы знаете, как сказать. У них есть родители. И они должны давать свое молодое образование, как правильно в этом мире им выжить, получить профессию и все остальное. Это удел родителей. Ну, к сожалению... А удел бабушек и дедушек? Удел бабушек и дедушек. Жить в паре друг для друга. Я так поняла, что он себя ставит на первый план, что он вот достиг вот этой вот... И свои интересы на первый план. Достиг рубежа, что дети выросли, все, внуки, пусть растят там сами дети, дальше их внуки выращивают. А я вот с ней в огороде, с любимой. И вот вы, значит, на семейном совете решили, что раз она выбирает внуков, то нехай она с ними дальше и живет. Развелись. Вы женились во второй раз. Сколько вам было лет? В 2005 году мне было 52-53 года. Молодой, как Роза. А ей сколько было? На полгода старше. С детьми? Значит, прежде чем найти общий язык, я озвучил свою программу, с которой она полностью согласилась. Я сказал, Владимир, она полностью меня устраивает. Мой единственный ребенок нам никогда мешать не будет. Он на прекрасной должности в другом государстве в Украине. И вы знаете, как сказать? Я был просто счастлив. Вы москвич? Мы прожили... Нет, я краснодарский парень, но в Москве уже 7 лет живу. Снимаете? Или своя квартира? Ну вот со второй женой мы купили квартиру. Хорошо. Да, купили. Но только так, как она была загрестирована первоначально в аренде на ее имя, я считаю, что, видите как, как-то неудобно сразу говорить, давай-ка запишем сразу пополам. Когда я больше в Москве пожил, вот многие женщины очень нравятся, когда мужчина уходит с одним чемоданом. У него грусть в глазах. Вот он грустный. Он, знаешь, он уже настрадался, наверное. Кстати, почему развелись, если у вас так все было прекрасно, и вы с ней договорились, что сын не помеха? Самое интересное, что так получилось, что его послали в военном атташе в Ливию. И вы представляете, теперь нам надо с моей любимой женщиной ехать охранять его квартиру в Киеве. Ну, нормальный человек предложит, ну, возьмите, наймите там людей, охрану. Это она вам предложила, жена. И нам поставили выбор, или едем на Украину, или развод. Для меня сын дороже. А я бы уехала хоть на край света, если бы было за кем. Я посмотрел... Вы сказали, я не хочу быть охранником. Я сказал, я хочу жить в России, я не поеду на Украину. И при разводе я подал объявление в газету, где четко ясно написал, ищу женщину без детей. Пришло 3000 откликов. А с женой, с этой второй развелись, и квартира осталась за ней. Все осталось. Я считаю, что делиться с москвичками, это просто... Ну, Владимир Судович... Не те женщины тебе попадали, Владимир. Ну, не тех встречал. Я сейчас повторяю. Ну, тогда не удивляйтесь, что у вас ничего нет. Я не удивляюсь. Да, Владимир, и, значит, пришло 3000 откликов. Вот, отсортировав, ну, вот что-то притянуло меня в один из краев Российской Федерации. Приехали, познакомились. Первое, что она сказала, дети нам мешать не будут. Они живут самостоятельно. Все у них есть. Мы будем жить отдельно. Ты тот, которого я ждала всю оставшуюся жизнь. Я считаю, что эти два года я прожил нормально. Но когда я посмотрел, что такое взрослые нормальные дети, одной 31, другом 35. На сегодняшний день ни одной записи в трудовой книжке нет, что они работали, кроме маминой организации. Ну, я считаю, что это против. Да, если фирма семейная, у меня дети все в моей фирме работают. Семейный бизнес, или маму это устраивает, почему бы нет? Ну, имеется в виду, что она давала им поблажки, они там не работали, а сочковали, только числились? Или что его не устроило? Больше всего меня раздражало, что дети помогать нам не должны, а мы, вдруг дочь голодает. Мы каждую неделю по две сумки отвозили, чтобы дочь не голодала. Хотя у дочки постоянно деньги на книжки, так как она числилась, как будто главный бухгалтер. Я посмотрел, мне жалко, вы понимаете? Абсолютно не жалко. Я не могу сказать, что он скуповат, но ему особо нечем делиться. И вот все, что куда-то кому-то отдается, но не ему. Ему обидно. Вот вы приехали туда, как говорится, не имея ничего, ни работы, ни бизнеса, в очень обеспеченную семью, и стали там наводить порядки. Вот не дай бог бы, допустим, ну, я про себя не хочу говорить, вот там самостоятельная женщина, да, у которой все... Вот состоятельная женщина, например, Роза, с детьми, с квартирами, с бизнесом. Вот ей вот стрельнуло в голову, понравился ей там мужчина. Стрельнуло, да. Вот пришел он к ней, и вдруг он говорит, а вот мне это не нравится. Говорил, говорил, и где тут мужчина. Владимир, а... Володя, успокойся. Переживай, что братик наговорит, что ты не скажешь. И пусть он сейчас больше стражит, и на него, и даже на него есть спрос. Так, а я предупреждал сидеть на датчином участке с пенсионным удостоверением. Вы хотите, чтобы женщина принадлежала вам одна, без всего, без прошлого? Почему? А вы бы принадлежали ей, ну так, ну потому что так. Ну потому что так, потому что нельзя в одночасье выйти за вас замуж и оборвать все, все связи. Ну вот, во-первых, не по-людски, во-вторых, мы в России, это на Западе, понимаешь, там написано так, среда. Не забыть на похороны к маме. Понимаете, у них все, вот эти вот птички, четверг, там день рождения у дот, там все по-другому. Нам зачем на них смотреть, все как на Западе, у нас все как в России. Зато мы хотим жить, как европейцы. А не вы хотите, я не хочу. Я, например, плевать хотела на толерантность, плевать я на нее хотела, они мне не дают дышать, люди, которые меня призывают все время к толерантности. У меня есть свое собственное мнение, и я считаю, вот так правильно, вот так неправильно. Мы сейчас не будем, это для другой программы, понимаете? Вот, поэтому у меня есть свой огород, я в своем огороде сажаю свою картошку. Давайте про ваш огород. Вот давайте, да, вот давайте теперь про вашу семью, что вы хотите сегодня, 61-летний Владимир, вот с таким вот опытом. Вы ушли от третьей женщины без скандала? Нет. Я что-то на данный момент не очень понимаю, в данный момент, что он из себя представляет в социальном даже статусе, где он живет. Он не сказал это. Ну, Владимир, я не очень поняла, что, как у купца у нас есть, квартиры там, ну, что, может, на сберкнижке, что, может, есть. Поверьте, я пришел не покупать невесту, а жить, и прошу, когда говорят, что у тебя ничего нет, никогда не просил на меня ничего записать, в гроб я уйду голый. И я считаю, что я приношу... Нет, подождите, минуточку, минуточку. Хоть три. Владимир, это что же получается, хоронить за наш счет будем, что ли, вас? Вы о чем это, голым? А знаете, сколько на эти похоронные? Некоторым он, бабушка, собирал на эти похоронные. Там денег немерено на нас, чтобы похоронить. Я насобирал. Поэтому давайте уж... Я насобирал на два гроба. Условите, Господи. Вас это не коснется. Отлично. Нет, меня тоже не коснется. Я вам про девчонок. Володя, сиди. Ладно, вас, короче говоря, я-то за вас, мой хороший. Ну и что же, Николай, не два раза. А то еще, ого-го, можно еще и порох в пороховницах и посмотреть. Пускай делится, в конце концов. Выбирайте же вы ее. Не надо делиться. Не молодую. Роза, я... Да я и говорю, что вы не будете сиять на ее шее. Руки вон есть, рвотящий. Все может, все правильно. Я нашел золотую жилу. Я занимаюсь активным долголетием. Сейчас очень много состоятельных женщин хотят жить долго. Я им помогу. Сетевой маркетинг, правильно. Он ищет какой-нибудь золотой кошелечек, что ли, золотую пенсионерку, которая его будет отстегивать за корень сельдерея, который он вырастил на даче. Наверное. Я буду искать такую возрастную, хорошую. Роза всегда найдет. Детей, пускай приходит и будет еще омолаживать. Правильно. Найдем. Скажи мне, пожалуйста, это что, эгоизм мужской, жадность патологическая, что это? Звезды так не пожалели Владимира. Это обида и разочарование. Разочарование в собственных детях, которые Владимир пытается перенести вообще на всех женщин. Это не столько разочарование в жене. Вы воевали не с женой, вы воевали со своими собственными детьми. Один ребенок может быть неудачным, но чтобы все втроем. А потому что Владимир видит, ну как и каждый человек, в свою жизнь счастливый, если реализуются его желания. Он какое-то время тащил детей, растил, но они никогда не были для него радостью. Вот признаемся сейчас честно, это всегда была обуза. Нет, мне это не нравится, то, что у него дети не в радости. Но не хотел он никогда быть отцом. Для него семья это не семья. Это знак такой гороскопический. Да, совершенно верно. Но я сейчас буду тебе описывать, что это оппозиция Нептуна, Сатурна и Лисов Вовек. Я это хочу от себя услышать, потому что все остальное я сама скажу. Да, то есть это просто разочарование, которое он сейчас пытается транслировать на других женщин. Не получится, у них свои гороскопы. Не свою. Хорошо, он не свою судьбу проживал 30 лет. Нет, почему? Он проживал свою судьбу, но он искренне планировал, что другой человек рядом думает так же, как он. А у каждого своя программа. Он искренне думал, что вот он детей дорастит, и все. И на этом его обязанности закончатся. А это неправильно, они не могут закончиться в принципе. То есть если бы звезды так сложились, что нашелся бы человек, который предложил мне свою помощь и участие, я бы, наверное, не отказалась. Но на самом деле свои-то дети не всегда бывают нужны. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии «Владимир». Встречайте первую невесту. Удачи. Здравствуйте. Меня зовут Галина. Мне очень приятно, что я с вами сегодня познакомилась. И хочу вам предоставить акт о безоговорочной капитуляции перед вашей неземной красотой. И, надеюсь, в любом случае мы будем друзьями. Безусловно. Спасибо. Спасибо. Я уже падаю. Прошу вас. Не загорюсь. Если она еще пинзонерка, это ей только плюв. Ой. И можно, в принципе, ее забирать и уезжать. Ну, знаешь, у них, наверное, получится. А с кем вы? Это моя подруга Марина. И мой сын Андрей. Ой, какой красавец. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Галина. 50 лет. Медсестра. Гордится тем, что постоянно занимается самосовершенствованием. Мечтает купить дачу и абонемент в тренажерный зал. Предупреждает, что очень обидчиво. Первый муж предложил Галине развестись в день их свадьбы. А второй ушел по-английски к другой женщине на Новый год. Надеется, что с Владимиром она узнает, что такое счастье. Галочка, что такое должно было произойти между двумя людьми, чтобы новый испеченный муж в день свадьбы заговорил о разводе? Вы знаете, это получилось не сразу. Мы знали друг друга очень давно. Мы с ним познакомились у бабушки, когда мне было 15 лет. Что вы говорите? Потом я поехала туда на каникулы уже взрослой девушкой. Ой, не на каникулы, а уже в отпуск. Уже было 19 лет. И там я его встретила. Встретила его там. И вот так получилось, что мы скоропостижно решили пожениться. В первый же день того, когда у нас роспись должна была быть, его накануне ночью не было. Просто, наверное, устроил мальчишник и приехал на утро уже под таким хорошим допингом. И когда уже в разгаре была свадьба, он просто посмотрел на меня и так тихо в ухо сказал, что нам надо расстаться. Устал просто, спать хотел. Да, наверное. Он имел в виду, надо идти подогуливая здесь, а я пойду, а тут... А тут вы неправильно поняли его, Галь. Нет. Очень хорошо. Что он и строил мальчишник. Лучше раньше понять, чем позже. И мы потом приехали в Москву жить. Ну и в Москве все началось. А сколько прожили-то с ним? Вообще официально мы прожили 4 года. А, ну так это год, что ли только на свадьбе не бывает. Ребенок родился. Да, и потом вот началось вообще... А кто от кого шел? Я подала на развод, потому что вот этот вот гульбань, когда вот он не пришел накануне свадьбы домой... Четырехлетний запой был. Да, вот этот вот, да, все продолжался, продолжался. Там какой-то неадекватный у него первый муж был. Четыре года слишком много для того брака. Я действительно его любила, хотела его спасти, хотела ему помочь вылезти из этой вот ямы. А кто кому угрожал-то? Он сам себе угрожал. Что если вы его не отпустите, то... Нет, что он уйдет сам от меня, не уйдет так вот просто в никуда, а просто уйдет из жизни. Если вы останетесь или бросите его? Ну, то есть если не разойдешься со мной, брошусь под трамвай. Он даже этого не говорил, он не говорил причину. Он просто говорит, я убью себя, и все. Просто не связывал, да, хотел. А из-за чего нет, никак. Убегал от вас из окна? Из окна убегал, да, и здесь стрелял. Ну, расскажите. Ну, по простыням я его просто закрыла, не хотела, чтобы он уходил. А с пятого этажа спустил, просто не связал их. И когда я послушала, что что-то очень тихое, я думаю, дай-ка я посмотрю. Я дверочку открыла и в силочку посмотрела, а он уже там за окном. Он не развелся? Нет, нет, я просто ему сказала, уходи, ты чего? Уходи. Я говорю, я тебя не держу. А стрелялся, расскажите. А стрелялся, это было в деревне, он самый деревенский мальчик. Я уже была на, там, по-моему, месяцев 7 у меня была беременность, уже вот уже был большой. Он мне говорит, все, я ухожу. А у них было ружье, вот. И они пошли, он, ой, он пошел, значит, за стук сена. И за стук сена я, значит, слышу выстрел. Я захожу за стук сена, он лежит. Ружье сбоку, и он так распластался, я, вставай. Ну, я же верю, что я не верю. Я говорю, вставай, что ты, говорю, издеваешься, а сама плачу. Очень плакала. Он потом увидел, что я действительно не верю в то, что он застрелился, облокачивается. Ой, промахнулся. Какие же мужчины бывают отвратительные. А вторая история, это прямо ирония судьбы, да? Ну, да. Тоже Галина, тоже уехал в Питер. Расскажите. Да. Поехал в Питер, но это была предыстория. Мы купили компьютер, вот, и он в компьютере стал лазить. В сетях, да? Да, очень долго, пока вот не накопал там женщину из Питера. Надю. Да, в Новый год я режу салатики. Он тихо собрал сумку. Под иронией судьбы. Да, ему навеяло просто это, понимаете? Ну, навеялся, да, решил в Мольд войти туда. У меня, наверное, судьба, наверное, на актеров замуж выходить. Вот, и он, а мы как раз дома были с Андреем, и он сказал, все, я ухожу. Я говорю, ты куда? Ну, вот, в Питер поеду. Я говорю, может, ты все-таки, говорю, давай останешься. Я говорю, давай все, попробуем начать сначала. Я говорю, все-таки у нас сын, говорю, давай попробуем. Он так вот чуть-чуть помолчал, минут три. Говорит, нет, я поехала. И уехал. К женщине? Да. Не удержишь, ничем не удержишь. Ушел, дорогой, уходи. И слава богу, что ушел. Уходи. Неделю там побыл, все новогодние праздники, и потом приехал обратно. А почему приняли? Ну, не знаю. Честно, не знаю. Он здесь и прописан. Думаю, ну как его не пустишь в квартиру? Нет, пустили, вы с ним жилище. Нет, все, после этого нет, что вы. Мы сейчас живем просто как соседи. Вы просто делите фактически квартиры? Да. Нет, нет, мы просто соседи. А разъехаться никак? У нас одна комнатная квартира. И вот вы в однокомнатной квартире живете с Андрюшкой? С Сашкой. И со старшим тоже, да? Да. А старшему сколько? 29. Ну, она интересная, она хорошенькая женщина. Она миленькая. А вот представьте ситуацию, Галин, вы знаете, Господь любит тружеников, и вдруг вот вы, так получится, выиграете миллион, а вы уже замужем за Владимиром. Вот как вы будете делить этот миллион? У вас два сына. Если вы четверо человек, всем бы 25 процентов, я бы так распределилась. А зачем делить это такое неразумное вложение денег? Ну, миллион, вы нашли. Нет, семья все-таки, нет. Я считаю, что семья, это все, у нас общий котел. Правда? А вот вы как бы в этой ситуации, вот жена выигрывает миллион. Я бы все потратил на жену. Чтобы у нас не было соблазн. Нет, а она... Это не мой миллион. Нет, это не ваш миллион, и она говорит, я хочу... Ты знаешь, ну не было миллиона, не жили хорошо, нечего начинать. Хочу купить на эти деньги квартиры своим сыновьям. А мы и так хорошо в съемной. Вы знаете, нет слов. У вас разорвется череп. Не имею. У вас от этой новости просто будет паралик. Паралик. Конечно. Покажите сюрприз. Владимир, так как я медсестра, я решила вам сделать небольшой такой медосмотр. После чего я скажу, какое ваше состояние здоровья. На сегодняшний момент. Сейчас она выведет у него артрит. Все болезни отдают. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, сердце у вас, конечно, утеченное. Это, наверное, потому что меня увидели. Да. И, кстати, я хочу сказать, что у вас сердце, мне сейчас только что сказало, что оно свободно. Действительно. Свободно. Вот. Я очень приятно с вами познакомилась. Я хочу сказать, что вы очень прекрасно выглядите. Я профессионал. Спасибо. Спасибо, Светочка. Надеюсь, что вы страшны. Спасибо. Вас вам, Андрюша и Мариночка. Спасибо вам огромное. Проходите в свою комнату. Вот и как. Ой, девочки, мальчики. Я так радовалась. Надежда, как вы? Вы знаете, мне эта женщина очень понравилась. Она добрая такая. Вот. У нее, видимо, вот. У нее просто не хватает немножко чувства собственного достоинства. Она милосердная. Она медсестра, понимаете? Она привыкла, она работает в экстриме. Она спасает, спасает, спасает. А как вам, Галина? Прекрасная женщина. Правильно делится. И уверяю вас, вот трижды я терял, ни разу череп не разломался. Четверть миллиона – это копейки, поверьте. Ну, женщина отличная. Хочу быть любимой, любите. Хочу любовь свою подарить. Как сердечко там. Я считаю, что Галю брать надо. Медсестра, мы не молодеем, здоровье у нас ухудшается. А тут какой стакан? Тут медсестра уже готовая. Разница практически 11 лет. Это практически как с молодухой. Молодуха, молодуха. И выглядит хорошо. Так что надо брать. Вот чем сильнее она будет любить и мужчине отдаваться, тем больше он будет сопротивляться. Как происходило с первым мужем. Если бы она его чуточку отпустила и не так бы за него держалась, не было бы этих побегов на простынях и стрельбы, ничего не было бы. И для нее есть, по сути, только два возможных развития событий. Либо найти мужчину, который ее полюбит, а она будет к нему спокойно относиться и ровно сможет жить. Но где же найдешь такого, который тебя любил бы вот прям от всей души в 50 лет? Очень сложно. Иногда в 20 не получается. Либо найти себе нарцисса, который будет любить только себя и которого будет обожать она, он ее будет терпеть, потому что она хорошо к нему относится, скажем так. Вот вы похожи на человека самовлюбленного, я считаю, что вы можете быть тем самым нарциссом. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к рандову с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Владимир. Встречайте вторую невесту. Здравствуйте, Владимир. Меня зовут Светлана. В честь нашего знакомства я приготовила для вас вот такую очаровательную сырную тарелку. Ее я сделала своими руками. Спасибо большое. Проходите. О, она, видишь, она уже с блюдом. Я и о вас не забыла, дорогие свахи. Ой, как это приятно. Да, это сыр. Разноцветный, вкусный, свежачий. Какая прелесть. Молодец. Проголодали. Нет, очень интересно, женщина. Светочка, вы с кем? Я со своей дочерью младшей. Ее зовут Лилия. Красотка. Очень приятно. Мы все такие. Девочки, пока мы все перевариваем ваши одинаковые платьицы, только разного цвета, давайте посмотрим на экран. Давайте. Светлана. 53 года. Повар выдачи готовых блюд в ресторане быстрого питания. Гордится своей активностью, мечтает научиться водить машину и побывать в Мексике. Предупреждает, что очень громогласна и доверчива. Муж Светланы не смог простить ей ничтожной провинности и выгнал ее из дома. Надеется, что Владимир не способен на предательство. Ужас какой-то. Чем же вы так провинились перед мужем? А ничем. У меня было, как у каждой женщины, была сумасшедшая студенческая любовь. Он у меня был офицером советской армии. Причем я выходила замуж за студента. Это мы потом уже учились, заканчивали академию. Быт. Все дети на мне. Он с утра до ночи учится в академии. И все, что можно было взвалить на себя, я взвалила. Это, конечно, расслабило мужа. Где-то у него, может быть, побольше было времени, может быть, после академии с красивыми погонами пройтись. Но так что все-таки произошло? Он не изменил. А я человек очень эмоциональный. Я, ну как, женщина, да? Я, как же так? Вот, ну как так? Вот за что? Почему вот так? Объясню. Много красивых женщин в нашей столице одиноких. И замечательные фильмы. История была, когда у подъезда... Да, это вот очень интересная история. Красивых одиноких женщин гораздо больше в глубинке, на мой взгляд. И вообще они есть по всему миру. Накануне, даже с полными сумками, возвращаюсь домой. И у подъезда стоит машина. Мороз на улице, холод. И ко мне подходит молодой человек и говорит, девушка, я вас очень-очень прошу. Вот мне нужна вот такая отвертка, тонкая и длинная. Мне вот нужно в двигатель там подлезть. Я захожу в подъезд, ну, в первую очередь своему мужу. Говорю, знаешь, вот нужна вот такая отвертка. Там у человека машина поломалась. Он вообще мерзнет там. Как мы можем ему помочь? Говорю, дай отвертку. Что я получила? Я получила хорошую пощечину. Он мне высказал все, что думал обо мне, что каждый там у подъезда должен решать свои проблемы сам. И... А что его задело в этой ситуации? Вы знаете, вот на сегодняшний день... То, что вы посмели оказать помощь постороннему мужчину, что... Вы знаете, на сегодняшний день, что я думаю? Нет. Был повод просто красиво как-то поставить на наших отношениях точку. Да какой-то вообще изверг. У меня были изверги, но у него тоже, по-моему. Вы его выгнали или он сам? Нет. Он меня вышвырнул из дома. Но мне некуда было идти. И вот представьте себе, что зима, холод. Я стою с этими же покупками, с этими же сумками. Мне некуда было идти. Какой он имеет право вас выгонять? Какой он имеет право? Я не пойму никак. У нас два квартира служебная. И что, пошли бы к командиру, и на него настучали бы, а потом ему бы настучали бы. Я пошла... Живу с детьми тоже мне. А может быть, он нашел женщину, и был предлог просто, чтобы ее выгнать из дома. Чтобы быть с той женщиной, скорее всего. Скорее всего. Его убили? Его... с ним какое-то несчастье произошло в собственной квартире, да. Не знаю, что там произошло. Это какое-то загадочное. Все это произошло, но удобнее свести было все-таки на естественную смерть, кровоизлияние в мозг. Но то, что я увидела в квартире, я была в отпуске в этот момент, я приехала уже, и то, что я увидела, вот эти размазанные крошки в квартире... А жена-то его, он же шел в той женщине. А жена, вы знаете, жена очень благородная женщина. Она буквально, когда мы занимались похоронами, она на второй день вывезла всю мебель из квартиры, которую она не покупала. Ну, она вывезла все, когда я приехала из квартиры... Алисе и Юле помощи нет? Следствия не было? Следствия не было? Завели все на кровоизлияние в мозг. Кошмар какой, мелочный какой ужас. Свет, почему вы за свое не боретесь? У вас дети, девочки. Она не борется, можно я простить, добавлю, при разводе с папой. Она ему все оставила, она ушла в никуда, она говорит, забирай. Почему, Света, почему так себя не уважаете? Сегодня что есть у вас, где вы живете? Я сегодня, сейчас, на данный момент, я живу в квартире, которую мы получали на всю семью, это в Нахабино. Там большущая здоровенная комната, мне там очень комфортно, очень ютно. А если у вас все сложится? Вот с Владимиром вы же пришли. Я тут послушала историю Владимира. Немножечко, вот мне не нравится то, что он хочет в скорлупу, на даче, с супругой и больше никуда. Я так поняла, правильно я поняла? Нет, почему? Иногда могут приходить ваши дети и внуки, но лучше, чтобы поели дома. Ага. Спешу заверить всех на всю студию, на всю страну. Свет, можно вам тот же самый вопрос? Жизнь, она такая переменчивая. Вот видите, вы сколько страдали, и все из-за этого, и всю жизнь работали. И не потеряла, неугомонная оптимистка. Вот смотрите, а вот вы вдруг выигрываете миллион. Вы знаете, прихожу домой, вот, если я одна, да, прихожу, говорю, дети, все, есть миллионы, что делать? Нет, вы замужем. А замужем пришла, сказала, Володя нам наконец-то подфартила, у нас нет квартиры, хорош снимать. Так, давай, вот миллион, что у тебя там есть, неси. Он говорит, у меня ничего. Ничего нет у нас. Так, дорогой, у меня есть большая тебе любовь. Пусть будет миллион долларов. Может, я миллион долларов найду? Естественно. А вы думали, что я в рублях? Боже мой, так это просто. Достанется всем, и все будут в шоколаде. А вот расскажите, как достанется. Ну, во-первых, если у нас нет жилья, я так поняла, да? Нет, у вас, конечно, нет. Я бы разумно подошла, я бы купила бы хорошую квартиру для нас. И собственность на семью, на себя и на мужа, да? Ну, наверное, да. Потому что все равно, если в браке, как там наши законы говорят? Нет, а можно не сказать. Пополам. А можно не сказать, сказать, девчонки, я замуж вышла, знаете, пусть сам. Он же мужик. Вот миллион. Мама не такая. А я и задаю вопрос. Я бы так сделала, например. Вы знаете, на мест хитрости я иной разговариваю вам. Так вот я задаю вопрос, вот ситуация, вот, видите, вот и расскажите. А она нет, она чисто как на ладони, она очень открытая. Значит, вы придете и мужу скажете, вместе покупаем на собственную снабу. Да. Давайте вместе выберем, где. Да, давай будем думать так. Тебе нравится эта квартирка? А, подарки обязательно всем сделаю. Где миллион лежит? Я бегу. Нет, это пока вы думаете, как дальше его потратить. А сейчас бегите, покажите то, что вы приготовили. Идемте. Вы знаете, ничто не раскрывает человека так, как его работа. И ничто людей не объединяет, как еда. Вот я человек хлебосольный. Я работаю... Давайте оденем красиво. Вам так идет красный цвет. Вы даже себе представить не можете. Давайте. Красивый же мист у нас. А что там, Свет? Борщ вкуснейший. Вкуснейший борщ. Мы вас, походу, вам принесем. Ну, потому что она повар, видишь, любливает овец. Это ее фишка. Боже мой, какое счастье. Конечно, Свет, мы за вас. Борщ. А что, вкусненько? Хорошо. Что-то у вас следующий, горячий? Вот. 55, такая фигура прям. Молодец тоже. И замените, с такой фигурой повар. Самому лучшему астрологу России. Спасибо. Большое. Света, вкусно? Невозможно. Путь к сердцу некоторых мужчин. Витамины через желудок, да. Я надеюсь, что он к ним не относится. Владимир, а вы? Я, к сожалению, не ем это. Борщ не кушаете? А что вы кушаете вообще? Только салатики? Питаясь любовью. Боже мой, какое счастье. Все тогда не наливайте. Он сейчас нам объяснит, почему не ест борщ. Спасибо, Светочка. Проходите с дочей в свою комнату. Спасибо, дорогая. Умница. А сейчас рассказывайте, почему вы не едите борщ. Для того, чтобы вести правильный образ жизни, надо знать определенное меню. Правда, его не каждый может принять. Поэтому я считаю, что здесь обиды нет. А что есть, я не поняла. Ну, овощи. Чистый вегетарианец, Роза. Чистый вегетарианец. То есть вы сыроед? Сыроед. Понятно тогда. Как вам невеста? Как вам, Светлана? Мне вот показалось, что она недостаточно любит себя. Да? Какие мужчины? Так мы себя любим? Какие мужчины? Да? Ну вот что, вот права. Может быть. Я думаю, это большая проблема нас, женщин-россиянок. Потому что мы видели, как наши матери пластаются для того, чтобы накормить, напоить, всем дать, все для всех сделать. Мы такие. Нет, потому что она очень добрая, хорошая, приветливая. Как вам? И кроме того, все может отдать, даже обидеть себя. Очень хорошая, прекрасная женщина. Спасибо, Роза. Мне, Светлана, жалко. Вы еще к тому же сыроед. Жуть просто. Ну, прямо, сколько времени этого осталось-то у нас? Прямо позажигать бы надо. Зажигаем. Есть молодая женщина. Да, она просто звезда, если говорить серьезно. И внешность, и умение себя подать, размышления, вот тот опыт, который накоплен. Энергия какая. Она просто женщина-звезда. А я еще скажу, что у нее управитель сферы брака соединяется с Плутоном. И Господь столько любви дал, да? С языка астрологов на русский язык переводит. Это значит, что ее личная жизнь очень зависит от политических и экономических обстоятельств общества в настоящий момент. Да, на самом деле, это человек, у которого личная жизнь как бы дышит вместе с эпохой. Вот пришла перестройка, наверняка что-то должно было рушиться и в личной жизни ухудшаться. Вот видишь, как с папой. И бизнес прошел, и семья разрушилась. Нормально. Вот как ее личная жизнь меняется вместе с экономической и политической формацией, точно так же она зависит от массы людей. Она из тех женщин, кому нужно приходить на телевидение, и увеличиваются шансы найти свое второе половине. Что ты говоришь? Какая прелесть. Может быть, мы ее в кулачной главной героине когда-нибудь увидим. Я звезда. Мама, две звезды. Звезда. Вот спасибо за добрые слова. Вот спасибо. Вот мне, наверное, вот правильно сказала Лариса. Сколько вас можно по столу? Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрена продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Владимиру встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вы, Елена, прекрасная. Оставайтесь всегда такой. Мне тут повысилил немножко. Давайте на вас посмотрим. Елена. 49 лет. Мастер маникюра. Гордится всем, что работала в Кремле. Мечтает путешествовать по миру с любимым человеком. Предупреждает, что много времени уделяет компьютерным играм. Возлюбленная Елена долго уговаривала ее родить ребенка, но за месяц до родов принял решение вернуться к бывшей жене. Надеется, что Владимир не бросает слов на ветер. Две девочки. Это две разницы. Все с детьми. Все с детьми. Вот надо же. Первая в браке родилась, да, девочка? Да. Старшая дочь у меня от супруга. Мы развелись. Лет семь, наверное, мы вместе прожили. Мы как бы не сразу и официально оформили отношения. А это моя младшая дочь. Вы влюбились? Ну да, я влюбилась. Вернее, скажем так, влюбился в меня он. Я ответила взаимностью. Мы собирались пожениться, мы собирались венчаться. Он очень хотел ребенка. Но когда я была беременна, он был женат ранее. Он стал, как бы сказать, навещать очень часто свою бывшую семью. Ну, конечно. То есть ему как-то сразу... Там же ребенок, которому было два года. Жена уже оправилась... Пять лет было ребенком. Пять лет, тем более. Жена уже оправилась от родов, похудела. Нет, дело в том, что он как бы с ними не общался. А тут вроде бы как я. И... Ну, в общем, меня это все очень нервировало. Дитя кричит. Вы все время там то корми, кормите, то цедите. Нет, нет, нет. Я рожала одна. Его уже рядом со мной не было. Он оставил меня на восьмом. Вы за себе беременны? Ну, мы планировали совместную счастливую жизнь, скажем так. Но так получилось, что вот может быть какие-то... Ну, как вы знаете, беременные женщины, они довольно истеричны. Характер портится, особенно если он и так сложный. Ну, у меня портится, у меня тогда будет сложный характер. Ну, если мужчина рядом, любящий, просил ребенка, то он будет терпеть и понимать, что же он предлагал. Нет, просто добавились бытовые неурядицы. Ушел он от него и пошел в прежнюю семью. Ну, я какие уши. Ну, что это, бегун какой-то. Все убегают. Перелетная птица называется. У Александра чье отчество и фамилия? Снокса. Фамилия моя, отчество папина, да. А почему фамилию отец не дал? А мне... Я не вышла замуж. Ну и что, мог бы дать просто удочерить и признать отцовство? Да как-то и речи об этом не стало. Он как бы не присутствовал, не принимал участие в воспитании ребенка и так далее. Никогда? В общем-то, нет. Я не понимаю таких мужчин. Как можно уйти, забыть про детей? А ваш отец знает о вашем существовании? Да, я вам расскажу. Он, значит, мне было 6 лет, когда он появился первый раз. Я была счастлива просто, что появился папа. Я называла через каждое слово его папа, папа, да, и там папа, привет. То есть вот так вот с ним разговаривала. И на следующий день... Он сыграл на гитаре и исчез? Да, он играл очень красиво. А вам сказал, скажи, дочери, что я капитан дальнего плавания. Да, он уплыл. Я очень далеко уплыл. И спустя вот 20 лет он опять объявился. Объявился? Я сейчас с ним общаюсь. Но объявился он каким образом? Саша нашла его, как принято говорить, через соцсети? Мне было интересно всю жизнь, да, что вот я... Вы встретились? Да, я с ним встретилась. А как он себя вел? Как будто ничего не случилось. То есть он даже, я говорю, а почему вот тут ушел, нас бросил? Он сказал, ну вот не сошлись мы с мамой. Очень удобный ответ на все случаи жизни. Очень удобный. Замуж хотите выйти? Зачем? Представляете, дочки взрослые. Слово выйти замуж, наверное... Я наоборот испытываю большие сомнения по этому поводу. Потому что когда человек привык жить один, у него уже какие-то свои привычки сложились. Хорошо, вот допустим, вы не вышли замуж за Владимира, но он вам очень понравился. Вы сейчас выходите из Останкина. И прямо выигрываете миллион долларов возле метро. Я слышала, да, что вы про миллион говорили. Но у меня даже мысли не возникло, как это поделить или прочее. Во-первых, я ничего делить бы не стала. Я бы вложила эти деньги в какую-то, например, недвижимость или в какой-то проект, который приносил бы какие-то дивиденды. И вот их уже можно было бы поделить. А муж был бы при чем? А муж, я вообще-то считаю, извините за откровенность, все-таки в возрасте 60 лет уже должен что-то иметь за своими плечами, чтобы он предложил женщине, а не я предлагала что-то мужчине. Золотые слова, Рожа, твои тоже. Мне как-то даже, вот это вот, мне, я вот сидела, смотрела всю программу, меня вообще удивляла вот эта постановка вопросов. То есть, если бы вы выиграли этот миллион, то вы этот миллион считалась бы вашим. Я считала, что он мой. Ну, как ты видишь, уже, да, он же как паник, да? Уже все, интереса нет к ней. Я никогда не жила ради детей, хотя я воспитывала одна-двоих дочерей. Эти жизни шли параллельно. Я считаю, что человек, который кладет свою жизнь на алтарь, кому бы то ни было, кто-то мужу, кто-то детям, но, во-первых, он и себя обедняет, во-вторых, а почему это не может существовать параллельно? У меня две взрослых самостоятельных дочери. Да, она не жила ради детей. Может, эгоизма немножечко? Вот мне надо у нее вот этого взять. Те средства, которые я заработала в течение своей жизни, в данный момент вложены в квартиру моей старшей дочери, но, каким образом, взаимообратны. То есть, она мне их, во-первых, когда мне бывает необходима какая-то сумма денег, у меня старшая дочь занимает, она закончила с отличием Плехановскую академию, работает в коммерческом банке. Да, я просто вложила их, а она мне их вернет, естественно. Конечно. Но дети должны помогать родителям. Без этого уже никак. Она все-таки в таком возрасте, что дети уже обязаны помогать родителям. Лили, ну вообще, по большому счету, еще, смотря как дети живут, понимаешь? А почему я должна на пенсии ходить и, ну не то чтобы побираться, я верю в своих детей, что они меня не оставят и прочее, но я заработала определенную какую-то базу. Почему я должна ждать, что мне помогут, если у меня уже есть то, что я сама, так сказать, уже... То есть, у меня должна быть какая-то основа. Это абсолютно ваша позиция, я ее уважаю. Жить для себя. Спасибо. Сюрприз покажите. Я иногда пишу стихи. Давно, правда, не писала. Но, как мне кажется, одно из написанных мной стихотворений некоторым образом подходит к данному случаю. Стихотворение называется «А вдруг». Судьба сыграла злую шутку, позволив вновь в мечту поверить. И, улыбнувшись на минутку, закрыла снова напрочь двери. И, словно раненая птица, которая вчера летала, мечтая вдаль и ввысь стремится, на землю грешную я пала. Как он внимательно на нее смотрит, прям изучает, да? Но все же хочется мне верить, что для меня воскреснут вновь, раскрыв с размаху настиж двери надежда, вера и любовь. Пусть люди плачут и мечтают, ведь это лучше равнодушье. И пусть они во сне мечтают, не затыхаясь от удушья. Пусть мир улыбкой утром встретит, а не унылой зимней стужей. И пусть судьба тебя приветит, и станешь ты кому-то нужен. Спасибо, девочки, проходите в комнату. Молодец, что мне скажет. Надежда, как вам? Она вообще-то сильная волевая женщина, умеет и себя преподнести, и поставить себя, не даст себя обидеть. Главное, что она крест на себе не поставила, понимаете? Да, и самое главное, да, не поставила крест, она мечтает еще о чем-то, стихи красивые пишет. Ему понравилось, мам, я прям руку тебе единственную поцеловала. Вы ей не ровнее, это однозначно. Она вряд ли будет встречаться с мужчиной, у которого нет своей квартиры. Она это очень принципиально высказала. Имеет право. А так, хорошо. Владимир, ну у вас же есть где-то, да, что-то, какое-то жилье, вы же где-то прописаны? Нет. Прописан, есть, все. Но своего жилья нет, да? Там живут дети, где мне места нету, не то, что в новой семье. Ну ничего, встретиться с жильем, что же делать? Ну жилье, конечно, не на первом месте стоит, далеко не на первом. Ну а что, можно не иметь собственного жилья, но и. У каждого знака зодиака свое счастье. Вот у Лены, как у представителя знака водолей, счастье быть свободной и независимой. Они даже в браке, даже сочетаясь с отношениями, бывают счастливы только тогда, когда партнер дает свободу, свободу самовыражения, какую-то территорию освобождая для пространства действий. И, конечно, ей сейчас в ее одиночестве не то, чтобы комфортно, а привычно, скорее всего, и довольно удобно. И она про это четко сказала. Я уважаю в людях цельность и умение заявить о том, чего хочется по-настоящему. Это не значит, что мужчины не будет. Кстати, у нее через годик вполне возможно достаточно пылкая встреча и развитие отношений. Но мне очень нравится, что она ценит свое настоящее счастье, возможность быть свободной с мужчиной или без него. Ее он точно не выбирает, я это гарантирую. Все женщины прелестные. Да, все прелестные. И каждая из них заслужила, заслужила всей своей жизнью счастье. Я не представляю, в чем можно найти счастье рядом с вами. Ему нужна женщина изначально, жив площадью, может, и которая нуждается вот в хозяине, которая здесь скромно живет. Для которого он будет авторитет. Конечно. А в чем он может быть авторитет для тебя? В чем? Чем он тебя может удивить? Сыроедением своим меня может удивить. Вы такой замороченный, вы такой сложный. С вами, мне кажется, могла бы только ваша жена, которая знает вас с молодости, и ваши дети, которые тоже вас знают всю свою жизнь. А почему можно же не вернуться? А, кстати, жена не вышла замуж, нет? О! Понимаете, вы о себе, конечно, такого высоченного мнения. Но я как в быту, я не могу вас рекомендовать, потому что мне женщины очень понравились. Мне их жалко. Если что, выйдешь за ним? Да, попробуем. Выбирать можно по-разному. Человек может выбирать с точки зрения психотипа, с точки зрения знака зодиака, профессии, там, до каких-то иных качеств и так далее. Под этим всем лежит определенная зодиакальная база. Вам нужна женщина, которая будет достаточно милосердной и расположенной к близкому. Вот среди всех наших трех героинь наиболее человеческая такая жизненная гуманная специальность у первой – Галины. Я рекомендую ее. Вы высушите свое сердце, оно вас не обманет, поэтому вы проходите к той, которую выбрали, а мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Ирина, 59 лет, номер 2739. Главный бухгалтер в строительной фирме. Познакомится с душевным и добрым мужчиной, который будет понимать ее без слов. Анна, 28 лет, номер 2740. Организатор праздников в агентстве. Познакомится со стильным мужчиной творческой профессией. Мы не знаем, выйдет Владимир один или с избранницей. Но я приглашаю всех выйти и поддержать его. Вы никогда не будете жалеть. По крайней мере, это уже есть. Давайте попробуем. У нас есть пара Владимир и Елена. Если вы тоже хотите отрусти свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именин героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Меня зовут Любовь, а фамилия моя Алешина. И было бы логично... Алешкина, Любовь. Да, было бы логично, если бы моего мужа звали Алексею. То есть они уже жили вместе, а когда будущего мужа не было, то она приглашала меня. Я приглашаю. Только со своей едой и со своим бельем постелем. Вечная любовь, верны мы были ей. А шапки не дарили мужу? Шапки нет. Ну, для того, чтобы он ее стирал. Рожки, вас могли посадить? Могли. Мы ждали.